Добрый вечер, Хасай Магамедович. Привет, Алексей, привет. Как жизнь молодая? Нормально, все отлично. Прям плечется, прям внутри такое упражнение. Я утром и вечером стараюсь делать два раза в день. Ты два раза делаешь, да? Ну, у нас сейчас марафон идет, и как раз-таки там возникают вопросы, сколько раз надо делать, когда хлест надо делать, лыжника там, или шалтай-балтай, или разгрузку надо делать. Ну, мы там стараемся, там Влад старается, Орлов сопровождать марафон, ты там стараешься сопровождать марафон. Для того, чтобы им вовремя подкидывать. И я подкидываю вовремя советы, уже как специалист. Уже как специалист. Да, ну там пишут хорошие-хорошие, такие интересные наблюдения за собой люди. Они говорят о том, что те моменты, когда они раньше нервничали по каким-то случаям, ну, будь то на работе, или в автобусе, там где-то, или где-то, теперь они как-то могут как-то с собой справляться. Ну, многие так пишут. Некоторые задают вопросы совершенно неожиданные. Мне тоже бывает интересно послушать эти неожиданные вопросы. И потом бывают там люди и нездоровые немножко, у которых там какие-то проблемы с шеей, вегетативно-сосуистой дистонии. Вот сейчас, например, в Москве атмосферное давление растет резко, потому что снег ожидается. Снег пройдет, и все уляжется, например. И поэтому люди чувствуют вот это вот, неприятности всякие чувствуют. Потом я как раз таки хотел сегодня тоже сказать, что очень важно. Там вот Саша рассказывал, как он делает разгрузку, как он делает левитацию. Очень хорошо, он молодец, он это сделал, показал. Да, но потом он показал, как он сидит после упражнения, с рассеянным взглядом, и в стадию последействия показал. Ну, молодец, хорошо. Вот так, когда делятся люди своим опытом, друг другу это помогает. Я заметил удивительную вещь. Насколько дружно, насколько дружно, и насколько с таким хорошим чувством люди друг другу там помогают. Вот это такая линия, такое оздоровление получается. И как раз хочу, чтобы вот не забыли, что у нас вебинар будет 19-го числа, но уже для спортсменов. 17-го. Для спортсменов. 19-го, да? 17-го января. 17-го. Ну, будет еще объявление, будет и в Фейсбуке, будет и в ВКонтакте, будет объявление. И кто хочет, может быть, он не сам спортсмен там, может быть, его сын там спортсмен, может быть, сосед спортсмен, но кто хочет, следите за объявлениями. Это очень важно. Да. Потом я еще что хотел сказать. Какой-то прием же надо дать сейчас? Да. Я сейчас про отзывы тоже могу сказать в своей точке зрения, да? Да. Мне тоже очень понравилось наблюдать то, что очень много благодарности прямо писали Касаю, организаторам. И то, что благодаря марафону люди взяли себя в руки и начали применять прием. Вот это очень большая заслуга, то, что они взяли ответственность за свою жизнь и начали наконец-то применять метод ключа. Благодаря вот этот 21-дневный марафон, который вот у нас сегодня как раз завершающий день, но она не завершающий, это для марафона. А так вы можете все дальше и дальше продолжать. Правильно? Ну, конечно, школа же у нас есть. Школа человек будущего. Так она же развивается. Пожалуйста, там заходите в школу, кто не заходил, кто не знает. Сейчас я еще добавлю. Когда вы вручу остается какие-то, конечно, там, конечно, в школе. И еще это. Да, я еще, Хасай Магомедович, еще добавлю. Напишите, пожалуйста, еще отзывы Владиславу Орлову либо в контакте, в личку, либо на WhatsApp. Для того, чтобы мы вот это отзывы сейчас соберем и в одну папку сделаем, чтобы для новых участников, которые будут, то есть, кто новый будет заходить сюда, к нам. Они посмотрят, которые были ролики в марафоне, и они вот это будут применять, и они для себя уже марафон будут делать лично. Лично для семьи, или лично на работе. Может, у них есть какая-то команда определенная своя. Пусть они начинают уже. Ты сторонник школы, чтобы она вообще распространилась? Да, я только за. Хорошо, просто надо, чтобы каждый понимал, который не в курсе дела еще, зачем этот метод включил. Я сейчас скажу. Я вчера со своим сыном разговаривал, с Оленой, который там, в Махачкале, занимается этой работой. Он же психолог профессиональный, как и дочка моя, Шейла, которая в Москве этим занимается, тоже профессиональный психолог, которых я с детства этому учил. это мой первый ученик. Я вчера с сыном разговаривал, он говорит, приходил из Министерства образования человека, который в алиологии занимается, ему там поручили в Министерстве образования, чтобы он, говорит, со мной встретился, как решить вопрос сотрудничества, чтобы там действительно в республике было. Ну, там в республике очень много напряжений, ты понимаешь. И он мне говорит, ну, как мне объяснять, вот, например, людям, которые вообще ничего не понимают, потому что этот вальолог, такой очень опытный человек, очень мудрый, он хочет как-то в систему образования это включить, ему же это поручили, в системе образования. Но он, говорит, не знает, как сделать лучше, потому что, говорит, я тут один специалист профессиональный в Махачкале, в этой области. и вальволог сказал, ну, ты понимаешь, в чем дело, вот многие люди же, они не понимают, они ключ слышали там, что это такое, не знают, они говорят, многие люди вообще ничему не верят, не только ключу, они вообще ничего не делают, в простой физкультуре они не верят. Я говорю, вот, а то давай и начинай, потому что, когда ты там будешь занятия проводить, лекции читать, у них, может быть, они приглашают в Историю образования, да, если ты там согласишься, то ты выясни, и когда люди будут там приходить, там, на какие-то лекции, ты им начинай с этого, потому что там очень много людей, которые просто не понимают, зачем это нужно. Ты начинай с простого, что человеку доступно. Вот это я сейчас говорю всем марафонсам. Человеку доступнее всего привычнее, привычнее. Вот физкультура, это понятно, почему мы наш марафон и начали с зарядки, помнишь, с физкультуры, которая каждое утро по радио в Советском Союзе. Да, 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 помню, какой-то вебинар был. Да, с зарядки. Вот всем понятно, что такое физкультура. Объяснять особо ничего не надо, никому. Другое дело, что люди могут не делать или делать, это уже другой вопрос. Так вот, ключ, ключ, нужен. Для чего? Чтобы человек, физкультуру взял взял и к себе адаптировал. Потому что физкультура там, которая вообще, вообще физкультура, одному одни движения подходят, другому другие движения подходят, а третьему третье движение подходит. А там шаблон, просто шаблон. Для всех одно и то же. И поэтому они все применяют. Так вот, ключ, это принцип, правила и дополнительные приемы, чтобы каждый человек мог взять просто обычную физкультуру, адаптировать индивидуально к себе. Чтобы, и каждый марафонец, наверное, это уже начинает для себя понимать, что это такие простые действия, но, в принципе, это та же самая физкультура, адаптированная конкретно каждому человеку, кто ее сейчас использует. И там вот эти принципы и правила, которых раньше в мире не было. Это уникальные принципы и правила, и дополнительные приемы, которые позволяют человеку найти свои собственные образы. Да. Ну вот он делает там, шалтай-болтай, допустим, он делает хлест, а другому человеку трудно хлест делать. Он вступил в марафон, допустим. Или, например, ему трудно стресс-тест делать. Он делает стресс-тест, у него один раз получается, а другой раз нет. Так и не надо. Просто попытка, попытка, сама попытка, чтобы каким-то образом найти в себе состояние, когда руки вдруг начинают подчиняться твоим целям, твоим образом, твоим желаниям, чтобы они пошли. И вдруг они пошли, сама попытка тренирует мозги, способность находить это состояние потом в любой обстановке уже без этих упражнений. Да. И когда человек время от времени эти упражнения делает, раз в день, там, пять минут, там, а когда у него сильный стресс, шалтай-болтай, разгрузку, подключая туда те движения, которые организм сам хочет сделать, тогда у него в мозге вырабатываются навыки, с помощью которых он может в любой обстановке уже без упражнений легко переключать свое состояние. Вот у него стресс какой, он раздражился там, а он распомнил это, как он дома делал, ему как-то легче стало. Вот-вот, это очень важно. То есть по существу я ему сказал, Алену и всем марафонцам говорю, эта физкультура адаптирована для вас, каждого, исключительно для вас. А вот когда упражнение сто процентов совпадает с человеком, и получается максимальный эффект. Вот это совпадение, вот это важно. И вот когда он будет теперь там в Махачкале, если они там в образовании будут что-то делать, он им будет говорить, Вы же знаете, что такое физкультура? Да, но не все же Вы делаете, да, хотя она полезна. Не все, а почему не все? Потому что не все упражнения Вам подходят. А когда они подходят, сразу происходит большой эффект. Так вот ключ, это способ, это способ, это и философия, и обучение тому, как подбирать себе правильные упражнения и действия, чтобы и расслабиться, и настроиться, и восстановиться, и даже пожелать себе каких-то изменений. Вот сейчас Новый год скоро, я буду сейчас видео готовить, как настраиваться, чтобы исполнялись желания. Это женщины очень любят, это женщины очень любят, потому что они, ну, они так настроены, что вот чудеса, им нравятся чудеса, желания, чтобы исполнялись. Дед Мороз придет, или там можно, это же сказка. Но я дам, я дам, вот в следующем видео в Ютубе выставлю, именно, как настраиваться, чтобы желания исполнялись. с помощью метода ключ, с помощью метода ключ. И, давайте, какое-нибудь упражнение, подарочек. Да, подарочек, какое-то упражнение. Слушай, я как раз хочу, чтобы все посмотрели следующее видео, которое я буду делать, как исполняется желание, и это будет подарок. Да. Кроме того, мы сейчас Наташу попросим, она в Белоруссии, чтобы она дала ссылку, мы же всем обещали, книжку, где взять силы для успеха, в подарок, в конце вебинара. Вот я попрошу сейчас, чтобы она скинула мне ссылку, мы ее поставим туда, в чат, в чат и поставим марафон, да, в чат и марафон, потому что, эта ссылка, она-то у нас в магазине стоит, стрессу в нашем сайте, и Хосей Рула, она-то в магазине, но несмотря на это, что она стоит в магазине, мы ее оттуда снимем, и бесплатно, ну, подарок, это подарок, дадим именно марафонцам, как обещали, именно марафонцам. Да, еще я хочу поблагодарить, конечно, наших участников школы, которые в марафоне тоже участвовали, и поддерживали. и поддерживали своими советами. Я очень вас благодарю, потому что тут много имен, тут много имен, и Влад Орлов там, и Александр Циви, и там много там, ну, и Александр Казанцев, ну, там много людей, которые всех перечислить просто невозможно сейчас. Наташа тоже. Ну, Наташа, конечно, она там и вебинары все проводит, вот, конечно, ну, Алексей, и тебя, естественно, ты затеял этот марафон, и пытаешься там еще меня спровоцировать на творческий марафон, в творческой-то, конечно, мне приятнее, легче это сделать, как раз таки, видишь, у меня картина такая, волшебная. А знаешь, эта картина, как называется? Чупачупс, да? Чупачупс. Она называется «Волшебная ночь». Волшебная ночь. Посмотри, вот здесь, посмотри, какие цвета там, вообще обалделы. Посмотри, видишь? Ну, ладно, ладно. Необычные. Там вам, мы можете посмотреть в описании, там как раз картины есть разные, да? Так раз об этом. Ну, да, в описании под видео там же и альбом есть, можно выйти на альбом, посмотреть там. Там много чего под видео написано, надо всегда под видео смотреть у нас в описании. под видео много чего написано. Ой, я так доволен нашими марафонцами. Честное слово, слушай, я хочу всем пожелать, чтобы в новом году, в новом году, вот те желания, те мечты, которые у вас есть, чтобы они начали с большей вероятностью исполняться, потому что вот эти упражнения, которые вы делаете, они развивают у вас способность, самую главную, способность, интуицию, интуицию, не только понимать, что это, но и чувствовать. В какой-то момент жизни, в какой-то сложный момент, когда ты принимаешь решение, когда ты хочешь понять, как тебе быть, иногда бывает, что и времени нет, решение надо быстро принять. так вот, там вы заметите, в большем количестве случаев у вас это уже начинает получаться, начинает получаться то, что раньше вам было недоступно. да, это удивительно, пишите вот эти свои отзывы, свои результаты, пишите, потому что нам очень хочется, чтобы наша школа хомофультура быстро распространялась, это такой ликбез против стресса, это такой ликбез, это очень важный ликбез, потому что именно ради этого существуют курсы ораторского искусства, именно ради этого существуют курсы бизнеса, бизнес, как учить, их же учат уверенности в себе, снимать штампы, блоки, стереотипы, чувствовать себя уверенными в той обстановке, в которой они находятся, быстро принимать решения, их этому учат, так мы же здесь это делаем, практически, наиболее простым, доступным способом, поэтому школа должна развиваться, расширяться, и пожалуйста, делайте там, как Алексей это называется, ссылки, или как это, поделитесь, поделитесь, да, поделитесь, да, со своими друзьями, лайки, комментарии, чем больше комментариев будет, тем ролик будет популяризироваться тоже, это очень важный момент, будьте, как говорят, щедрыми, делитесь от души, да, будьте щедрыми, я еще одну вещь хочу сказать, очень важную, нам отзывы эти нужны, не для того, чтобы они были рекламными, не для реклам, я хочу, чтобы отзывы были, не потому, что вы вежливы, особенно женщины, очень благодарны, они всегда напишут хорошие слова, они такие отзывчивые, они добрые, они благодарят за меня, за марапо, за внимание, женщины, это просто, это чудо, они всегда благодарны, надо учиться у женщин, вот этой доброти, вот этой доброти, и мужчинам, надо сказать, в новом году, поменьше, вот этой заносчивости, своим эго, да, будьте добрее, будьте добрее, друг другу, будьте добрее, к людям, будьте добрее, хочу, чтобы везде был мир на земле, хочу, чтобы доброта, потому что Достоевский говорил, красота спасет мир, а я добавлю, доброта спасет мир, чисто человеческая доброта, потому что именно человек проявляет себя в лучшем качестве, в доброте, в доброте, это лучшее, что человек может дать, быть добрым, отзывчивым, способным к сотрудничеству, вот, поэтому у женщины более добрые, они пишут такие вот, отзывы прекрасные, естественно, ну, мужчины тоже пишут, дело не в этом, я хочу сказать, это очень важно, я хочу сказать, чтобы женщины, когда пишут отзывы, из вежливости не писали, ну, спасибо такое, спасибо такое не надо, я хочу, чтобы отзывы писали, по существу, потому что мы не для рекламы хотим это сделать, а чтобы люди наши, люди, чтобы брали отзывы, это вот, как обмен опытом, чтобы мысли себя, чтобы мысли себя, для себя, чтобы каждый другой человек, читали отзывы, не дифирамбы там, читали, а тоже понимали, как себя найти, очень много людей сейчас растеряны, потому что завтрашний день неизвестен, все перенапряжение, как себя найти, они вот будут читать этот отзыв, то есть я приглашаю марафонцев к сотрудничеству, именно в школе, человек больше, хомофатурс, чтобы писали больше в отзывах, о динамике своего состояния, о самонаблюдении, что метод им дает, чтобы другой человек читал, как обмен опытом, вот что я так долго говорил, на такую простую мысль. Да, ну все, благодарю тебе, Хосай Маганедович, за такую прям выдержку, еще раз, то, что мы это сделали, 21-летний. как на фильмах, лучше, голливудской, голливудской, знаешь, как это, мы сделали это, ну, конечно, мы сделали, да мы не то сделали, мы сейчас в школе там, такое сделаем, только начало, это только начало, начало. Да, там же наши вот коллеги, участники школы, там же проявляются с такими необыкновенными продолжениями, и поэтому, конечно, еще раз всех благодарю, и продолжаем наш марафон условно, дальше в школе нашей, даже в школе, смотрите, обменивайтесь опытом, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и там, одноклассники, в Инеграме, в Скайпе, и все. Спасибо. Олег, спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Все, отлично. Всем, друзья, и Калявил, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok